Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи приехали 2000 журналистов. Некоторые даже по морю приплыли. На курорте стартовал медийный форум «Вся Россия». Оформить пропуск домой. Жителям улицы поселка Мирный объяснили, где и как аккредитовать на неделю себя и транспорт. Измайловка празднует юбилей. Село Хостинского района отметило 110 лет со дня образования. В Сочи съехались вольники со всей страны и получили подарок еще до открытия турнира. Встретились с легендой спорта. Форум современной журналистики «Вся Россия» стартовал в Сочи. Около 2000 представителей средств массовой информации со всей страны приехали на курорт. Участников медийного форума поприветствовали председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава Кубани Вениамин Кондратьев. Краснодарский край уже в 13-й раз становится площадкой для диалога между властью и СМИ. На протяжении недели корреспонденты, редакторы и руководители масс-медиа посетят образовательные лекции и мастер-классы от именитых экспертов. Журналистам глава региона пожелал плодотворной работы, а также новых профессиональных решений и находок. Медийный форум «Вся Россия» продлится до 27 сентября. В этом году в форуме «Вся Россия» принимают участие из 40 иностранных журналистов. В Сочи они прибыли на круизном лайнере «Князь Владимир» после недельного путешествия по Черноморскому побережью России. За неделю участники форума современной журналистики посетили Новороссийск, Ялту, Крым и Севастополь. В числе пассажиров теплохода были гости из Болгарии и Сербии. Председатель Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова не первый год приезжает в Сочи, но в морском путешествии вдоль побережья России побывала впервые. Мне все это особенно дорого, потому что, можно сказать, я с того берега Черного моря. Вы знаете, что Черное море – это наша общая граница, скажем так. Если вы меня спросите, что на вас проявило самое сильное впечатление, и что вам запомнилось больше всего, то, конечно, я скажу, что это люди. Вот встреча с людьми для меня – это самое огромное богатство, которое мне вы подарили. В отличие от болгарской делегации, гости из Сербии впервые участвуют в традиционном сочинском форуме журналистов и рассчитывают на продолжение отношений между странами. А насчет этой поездки и этого круиза только самые лучшие слова. Это была частью и деловая поездка. Вы, вероятно, прекрасно знаете, что сербы очень любят Россию, русский народ, русскую культуру, русскую музыку, русскую науку, русское искусство. И я просто всегда чувствую, что и русские любят сербов. Я это должна подчеркнуть. Это такое взаимное отношение, как брат к брату. Так что у нас даже есть такое словосочетание, такое «мать Россия». Мы даже подпишем соглашение о сотрудничестве здесь и продолжим наше сотрудничество. Круиз на теплоходе «Князь Владимир» – одна из преференций, которая сегодня доступна членам Союза журналистов России. Участникам форума и их семьям предложены скидки на путешествие в плавучем отеле. Мы стараемся наш билет Союза журналистов России сделать весомым, то есть наполнить его еще какими-то дополнительными возможностями. И теперь при предъявлении нашего билета, членского билета Союза журналистов России, 32 санатория здесь в Эмеретинге дают скидку для всей семьи журналиста в сезон 14%, не сезон 20%. То же самое скоро будет в Каменводах. То же самое будет с Болгарией, с Кипром. Я думаю, что мы это будем обязательно продолжать. Будем наполнять наш билет еще более интересным и весовым содержанием. В Сочи с 23 по 24 октября состоится экономический форум «Россия-Африка». В этот период въезд в Олимпийский парк будет закрыт. Попадет в так называемый периметр безопасности и одна улица поселка Мирные. В связи с этим администрации города было решено лично повестить жителей о необходимости пройти аккредитацию. Что для этого нужно, расскажем далее. Здравствуйте, бабулечка. Администрация Адлерского района. Мы хотели вас проинформировать, что у нас 20 по 25 октября будет саммит здесь. И въезд будет и выезд строго по аккредитациям. Поэтому можно мы некоторые данные у вас заполним? Администрация Адлерского района вместе с полицией Блинова обходит дома по улице с названием поселок Мирный. Цель – проинформировать жителей о том, что каждому из них необходимо аккредитоваться в связи с проведением саммита в Олимпийском парке. Участок улицы поселок Мирный между Казачьей и Каспийской входит в так называемый периметр безопасности. Без пропускного бейджа въезд на территорию будет закрыт с 20 по 25 октября. Доступ в эту территорию будет осуществляться только по аккредитационным бейджам. Для того, чтобы жителям и предприятиям, находящимся на указанном участке, получить аккредитацию, необходимо будет в период с 24 по 28 сентября с 10 до 5 прийти в кафе «Кроссбос», которое находится по адресу улицы поселок Мирный, дом 14, дробь 7, и представителями администрации предъявить паспортные данные, сфотографироваться, после чего будет обработана вся персональная информация и в октябре выданы бейджи для доступа на территорию. На улице поселок Мирный более 30 домов. Это не менее 300 человек, включая жителей мини-гостиниц. Получить аккредитацию необходимо как взрослым, так и детям. Также обязательно нужно аккредитовать личные автомобили, транспорт аварийных и экстренных служб. Для того, чтобы все точно были проинформированы, администрации было принято решение лично оповестить жителей всех входящих в список домов. Это, конечно, очень удобно, когда с администрацией предупреждают, приходят, оповещают. А все, что у нас происходит, мы, конечно, к этому уже привыкли, потому что очень часто происходят у нас какие-то мероприятия, поскольку мы живем в прекрасном таком месте, поселок Мирный, Олимпийская деревня. Поэтому и еще вдобавок предупреждают заранее. Конечно, огромное спасибо администрации и всем работникам. Для аккредитации необходимо личное присутствие и паспорт. Заявки от жителей будут приниматься с 24 по 28 сентября с 10 до 17 часов в кафе «Гроссбос» по адресу улица поселок Мирный, дом 14, дробь 7. Для регистрации транспорта необходимо предъявить документы на автомобиль. Также в период с 21 по 27 октября с 6 утра до полуночи в Сочи по федеральным дорогам будет запрещено движение грузового автотранспорта. Администрация города просит жителей и гостей курорта по возможности отказаться или как можно меньше пользоваться личными автомобилями с целью оптимизации транспортной логистики саммита «Россия-Африка». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». К другим новостям. Патриарх московский в Сеяруси Кирилл в день воспоминания Рождества Пресвятой Богородицы совершил литургию в Вознесенском кафедральном соборе Геленджика. Тысячи верующих собрались на праздничную молитву. В богослужении принял участие губернатор Краснодарского края. Он поздравил главу Русской Православной Церкви и по традиции подарил букет из роз. Перед службой предстоятель Русской Православной Церкви обратился к прихожанам с проповедью о мире. Праздник особо почитается христианами. Это один из так называемых двунадесятых праздников. Такие дни наравне с Пасхой или Рождеством Христовым. В завершении службы епископ Новороссийский Геленджикский Феогност преподнес в дар патриарху образ Донской иконы Божьей Матери. Все происходящее внутри храма верующие могли наблюдать на улице на специально установленном экране. Свято-Вознесенский кафедральный собор был построен в начале 20 века. Службы шли до середины 30-х годов. Позже храм был закрыт. Возрождение произошло в 1990 году, когда решением Горсовета Вознесенский собор был возвращен верующим. Здание церкви имеет статус памятника архитектуры. В Сочи появится школа на 800 мест и летний лагерь. Учреждения будут находиться на одной территории и даже в одном здании. Проект прошел экспертизу. Площадка под строительство выделена. Она находится на улице Ландышевой, где и раньше был детский лагерь «Ласточка». Насколько удобным это место будет для школьников, оценила вице-губернатор Краснодарского края Анна Менькова. К новому объекту, в частности, пока нет подъездных путей. Мы должны понять, что если мы школу построим, но у нас не будет решения уже конкретно по проезду. Участок выделен и под строительство. Сложный и с точки зрения геологии. На противооползневые мероприятия будет затрачено от 20 до 30 процентов бюджета. Общая стоимость – около миллиарда рублей. Большую часть средств выделит Краснодарский край. Проект затратный, но необходимый для микрорайона «Мамайка». Здесь живут 40 тысяч человек, а школы нет. На улице Виноградной есть лицей, но классы переполнены. Здесь планируется построить новый корпус на 450 мест. Это позволит значительно расширить пространство школы и возможности детей на дополнительное образование. У меня 16 для начальных классов. 600 лишних человек только обычайных. То есть мы в эту не садим даже началку? Мы не садим началку в две смены. Мы можем открыть дополнительно. Вот сейчас мы набираем 4 класса в параллеле. Можем набрать 6. Еще плюс 2. В одну смену посадите или в две смены? Нет. 600 посадим в одну смену. 600 в одну. Решить проблему переполненных классов поможет недостроенное здание больницы на улице Пирогова. Оно находится в управлении руководства лицея. Однако проект вот уже 4 года не может пройти экспертизу. Вице-губернатор Анна Менькова поручила устранить недочеты и в кратчайшие сроки приступить к его реализации. Сочинские молодые профессионалы готовятся к чемпионату WorldSkills Russia. Кузницу специалистов, которая уже несколько лет участвует в профессиональных играх, накануне посетил председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. Повара, кондитеры, бармены, флористы и стилисты – это далеко не полный перечень специалистов, которых готовят в этом сочинском вузе, но одни из самых почетных. Четыре года назад здесь решили создать тренинговый центр, разработать технологии и стать полноправным участником международного движения WorldSkills. За это время преподаватели и студенты не раз становились участниками региональных и национальных чемпионатов, получали дипломы и сертификаты. В этом году на чемпионате мира по профессиональному мастерству, который прошел в Казани, в состав сборной России в номинации 50+, вошли и эксперты вуза. И если годом раньше наша команда была на 13-м месте, то на этот раз она уступила только делегации из Китая. В университете плеяда именно экспертов подготовленной международного уровня, которая может подготовить преподавателя, изменить систему российского образования. Мы умеем, мы знаем и мы не хотим, чтобы мы, наши выпускники, кто к нам поступит, оказались в ранге ненужных людей. Они все востребованы. И это главное. Подготовка мастеров уже ведется не только со студенческой, но и со школьной скамьи. Введена система WorldSkills Junior. Высокое качество услуг – это то, без чего невозможно представить привлекательность нашего города, считает председатель городского собрания Сочи. Именно от работы профессионалов, по мнению Виктора Филонова, зависит развитие бизнеса в Сочи. Поэтому городские власти оказывают молодым специалистам всяческую поддержку. У нас и Совет молодых депутатов при городском собрании, и Комитет по молодежи уделяет этому очень большое внимание. Мы и работаем со студентами, и приглашаем их, и смотрим на них, помогаем где-то продвинуться, где-то принимать участие, чтобы они приняли участие в каких-то мероприятиях, соревнованиях. Оттачивается мастерство. Мы и прилагаем все усилия совместно с администрацией для того, чтобы поддержать вот те учебные заведения, вот те, которые готовят настоящих профессионалов своего дела. Профессиональные игры уже стали популярными в нашей стране. С каждым годом появляется больше номинаций и растет количество участников. Сочинские специалисты уже начали подготовку к национальному чемпионату молодые профессионалы WorldSkills Russia, который состоится в следующем году в Кемеровской области. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. В Краснодарском крае стартовал губернаторский конкурс «Лидеры Кубани. Движение вверх». Регистрация продлится до 30 сентября. Заявки на участие в региональном проекте для управленцев поступают не только от жителей Кубани, но и из других регионов России. Конкурс «Лидеры Кубани. Движение вверх» проводится во второй раз. Победители первого уже вовсю работают на новых перспективных должностях, в том числе и в городе Сочи. Стадион «Фишт» сегодня – основное поле для футбольных баталий российской премьер-лиги в Сочи. Спортивная арена, согласно международному рейтингу, УЕФА относится к самой престижной четвертой категории спортивных стадионов. После Олимпиады «Фишт» принимал матчи Кубка Конфедерации по футболу и матчи Чемпионата мира. Сегодня это база футбольного клуба Сочи. Совсем недавно знаковым объектом доверили руководить 31-летнему сочинцу. Вениамин Богомолов в прошлом году участвовал в конкурсе «Лидеры Кубани». Именно этот проект помог ему стать одним из ведущих управленцев Юга России. «Я всю жизнь живу в Краснодарском крае. Я люблю этот регион и не хотел оставаться в стороне. В связи с этим решил повысить свои компетенции и вот и решил принять участие в этом конкурсе. Считаю, что этот конкурс просто необходим молодым руководителям. Они трансформируют подход к работе. Конечно же, у людей появляются новые знакомства. Они начинают понимать, над чем им нужно работать. Ну и благодаря конкурсу остаются положительные эмоции на всю жизнь». Победители проекта, как и Вениамин Богомолов, должны обладать с набором системного, публичного, проектного и антикризисного управления. В целом, конкурс «Лидеры Кубани. Движение вверх» направлен на выявление талантливых и перспективных руководителей региона. Проходит конкурс в шесть этапов. На первом необходимо подать заявку, ответить на несколько вопросов и рассказать в видеообращении, чем претендент может помочь в развитии региона. Затем конкурсантов ждет онлайн-тестирование и четыре полуфинала уже в очной форме. По итогам конкурса определят 100 финалистов, которых включат в резерв управленческих кадров края. В финале проекта, который пройдет 30 ноября, выберут 20 лауреатов и трех победителей, которые смогут пройти обучение в ведущих вузах России. Подать документы на участие в губернаторском конкурсе можно до 30 сентября. Подробнее на сайте liderakubani.rf. Сочинское отделение судебных приставов проведет прием граждан 24 сентября. С 14 до 20 часов будет работать отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов. Сочинцы смогут встретиться с начальником отдела, его заместителем, а также судебными приставами-исполнителями и получить юридические консультации. Прием будет проведен по адресу улица Кирпичная, 24А. Предварительная запись не требуется, но при себе необходимо иметь паспорт. В Сочи задержан квартирный вор. За лето в полицию поступило несколько заявлений от местных жителей. Во всех случаях злоумышленник проникал в дом ночью через незапертое окно и похищал деньги, телефоны, ноутбуки. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Полицейские опросили возможных очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения. 27-летнего приезжего из Ростовской области, ранее неоднократно судимого за кражи, сотрудники уголовного розыска задержали в одном из хостелов. В рюкзаке подозреваемого нашли похищенный ноутбук, подставку под него и телефон. В ходе проверки выяснилось, что мужчина причастен еще к одной краже и разбойному нападению. Как объяснил сам задержанный, имущество он сбыл на местном рынке, а деньги потратил. Расследование по уголовным делам продолжается. Измайловка празднует большой юбилей. Село Хостинского района отметило 110 лет со дня образования. Праздник объединил не только жителей Измайловки, но и сочинцев из соседних микрорайонов. Все подробности в нашем следующем материале. Сегодня мы жарим 40 килограмм шашлыка для жителей села Измайловки в честь дня рождения села. А еще приготовили 40 литров мамалыги. Это густая кукурузная каша. Традиционными кавказскими блюдами угостили жители села и гостей праздника. На 110 день рождения Измайловки приехали и с соседней Мацесты. Великолепный, хороший праздник. И самое, что наиболее приятно, что это праздник устроен по большому счету самими жителями села. Это все вот они своими силами, местным домом культуры, территориальным общественным самоуправлением. Юбилей отметили мастер-классами и большим концертом. Благодарственные письма вручили самым активным жителям. В их числе семья Мурыгиных. У Нины двойной праздник. День рождения села и свой личный. Всем, что можем, тем и помогаем. Мы любим свое село и очень рады, что у нас такой хороший народ здесь. Живем уже здесь четвертый десяток лет. Мы не коренные, так сказать, жители, но живем здесь с 1986 года. Сегодня Измайловка – это 1700 жителей. Первыми 110 лет назад стали переселенцы из Украины. Назвали село в честь полка «Измайловский», который дислоцировался здесь в годы Кавказской войны. Из Украины более 40 лет назад сюда переехала и Любовь Кириленко. Говорит, за эти годы получала много предложений по работе в городе, был шанс и на квадратные метры у моря. Но родное село она не оставила. Это было в 1976 году. Прием в этом совхозе был настолько хорош. Люди настолько дружные. Но было стыдно уходить из этого села, потому что это равносильно было, чтобы бросить свою семью. Действительно, сочинцы в селе живут как одна большая семья, которая умеет принимать гостей. В Измайловке – измейковские водопады и чайные плантации – туристов всегда много. Поэтому местные и стараются поддерживать в селе порядок. Отмечают, жизнь здесь сегодня почти ничем не отличается от городской. Новые дороги, транспорт, освещение, скоро и Дом культуры приведут в порядок. Дом культуры села Измайловка давно нуждался в капитальном ремонте. В 2019 году провели большую работу, сметы, изыскания, подготовили всю документацию для включения его в программу капитальных ремонтов, краевую, сельских домов культуры. Ремонтировать клуб начнут уже в следующем году. А еще через пару лет в село придет долгожданный газ. Ждут сочинцы и открытия офиса врача общей практики. Здание уже построено и скоро мини-поликлиника примет своих первых пациентов. В Сочи разыграли медали Всероссийского турнира на призы президента Федерации спортивной борьбы города Сочи Рубена Татуляна. Соревнования по вольной борьбе проходили в эти выходные на базе отеля «Весна» в спорткомплексе Александра Карелина. Сам трехкратный олимпийский чемпион стал почетным гостем состязаний, участие в котором приняли вольники со всей страны. Расскажет Ольга Десятого. Всероссийский турнир на призы президента Федерации спортивной борьбы города Сочи Рубена Татуляна считается одним из престижных в стране. В этом году турнир проходит в шестой раз. Выйти на ковер спорткомплекса отеля «Весна» стремятся борцы разных возрастов со всей России. В этом году участников около 400. Кстати, Александр Карелин, именем которого назван спорткомплекс, стал почетным гостем соревнований. Здесь 400 участников, соответственно, заинтересованная публика, потому что борьбу любят в Краснодарском крае, в Сочи особенно. Рубена Борис Татулян посредством уже скольких лет развивает борьбу, и не только здесь, на территории центра, и не только здесь, на пансионате «Весна». Участниками турнира стали и 80 сочинских спортсменов. Для них спорткомплекс «Карелина» – это родные стены. Местных борцов регулярно приглашают на совместные с командой России сборы. Такая практика дает свои результаты. Сочинские спортсмены уже входят в состав сборной края и Южного федерального округа. Рубен Альбертович Татулян, он каждый сбор оплатит, поездки разные. Всегда смотрит за тем, что подключить молодых спортсменов в состав сборной России, потренироваться, на них тоже набрать опыт. Спорткомплекс «Карелина» воспитал 27 олимпийских чемпионов. Они тренировались и росли профессионально и в этих стенах. А скоро в Сочи станет на один такой зал больше. Федерация спортивной борьбы города строит его в селе Пластунка. В федерации 1700 мальчишек, занимающихся, плюс 36 тренеров у них. Слава Богу, мы только хотим, чтобы это только развивалось. И, соответственно, в каждом районе использовать те залы, которые были старые, восстанавливать, реконструировать. И чтобы дети не в один определенный район ездили. Сочинские спортсмены на всероссийском турнире на призы президента Федерации спортивной борьбы города Рубена Татуляна показали высокие результаты. Наши вольники завоевали три золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медали. А победа в состязаниях может дать шанс борцам получить звание кандидата или мастера спорта. Вечеринка в стиле 90-х. Санаторий Знания традиционно открыл неделю праздников, посвященных Всемирному дню туризма. Он отмечается 27 сентября. Слова благодарности в адрес друзей, партнеров и коллег сотрудники санатория Знания высказывают шестой год подряд и в необычном формате. На этот раз тематическая вечеринка прошла в стиле 90-х. Для многих это была эпоха перемен, порой не самых приятных, но запоминающихся. В туристической отрасли в это время наблюдался спад. Тем не менее, Сочи оставался местом притяжения туристов. Это были годы нашей жизни, и, наверное, не забывать о них или не вспоминать, хотя бы иногда было бы неправильным. Поздравляю всех с днем туризма, всем здоровья, счастья и обязательно много-много хороших, ярких путешествий. Санаторий Знания – один из передовых объектов размещения на курорте. Здесь предлагают не только лечение и оздоровление, но еще и полноценный отдых и всевозможные развлечения на любой вкус и возраст. Вот и итоги курортного сезона руководство санатория подводит весело и ярко. Это мероприятие благодарности, когда мы говорим спасибо нашим поставщикам, спасибо нашим турагентам, туроператорам и разным другим компаниям, которые работают с нами много лет и не меняют того качества, которое для нас важно и вместе с нами растут. В этом году ощутимо приросли и показатели заполняемости санатория. В бархатный сезон они стали рекордными, хотя у санатория Знания нет понятия сезона. Он всегда работает в режиме высокой загрузки. Комфортные условия для гостей, развитие медицинских услуг и новинки современного медицинского оборудования – это непременные составляющие работы. Сейчас в санатории ведется реконструкция конференц-зала. В ближайший месяц появятся новые зоны отдыха и места для проведения деловых мероприятий. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Ведущий предоставлено мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.